Пока записка о подготовке и проведении в 2004 году года Мордовского национального просветительства рассматривается в правительстве, из памяти мордовского народа навсегда уходят имена Юртова, Ульянова и Евсевьева. Последнему в Мордовии даже нет памятника. Только бюст стоит одиноко у закрытого парадного входа педагогического института. Ещё один – на аллее героев. А могила в Казани, где и скончался Макар Евсевьевич, разорена настолько, что не читается даже фамилия. – Могила и все её в Казани запущены страшно. Я недавно об этом говорил с такими нашими видными, соответствующими деятелями. Я надеюсь, что будут приняты меры до юбилея. Я вот сейчас был в Казани, приехал, был на могиле, и все её могила разрушаются, скажем так. И нужны специальные усилия, чтобы привести её в порядок. Идея поставить в Саранске памятник первому национальному учёному-энциклопедисту Макару Евсевьеву живёт в головах историков и языковедов уже давно. И также давно обросла скандалами и непониманием. О биографии Евсевьеву знают только студенты института, названного в его честь. И рассказать в рамках одного сюжета не получится. Но факты говорят сами за себя. Ни у кого пока руки не доходят издать альбом с фотографиями, отснятыми учёным в далёких деревнях. Расшифровать и перезаписать песни. Широкой публике Евсевьев знаком только как один из авторов первого мордовского советского букваря Тундунчи. А вот о том, что было у этой книги про образ, знают тоже не все. А в Ксенте Юртов в 1884 году в Казани издал букварь для Мордвы Эрзи с присоединением молитв и русской азбуки. Это был первый истинно мордовский букварь с упрощённым русским алфавитом. Из него он включил буквы Ижица, Ща, Ер, Фита и ввёл апостроф в небуквенное графическое обозначение. О тираже букваря сведений нет. Но распространялся он среди мордовских детей совершенно бесплатно и содержал в себе переводы песен и молитв на мордовский язык. Макар Евсеев немного дополнил букварь и ввёл в алфавит новую букву. Знаете, конечно, очень досадно, что вот, скажем, в республике, если мы сравним Чувашию, да, такой видный деятель чувашский, просветитель Иван Яковлевич Яковлев, «Вымес» звучит на всех, скажем так, углах, он известен. И очень много книг о нём издаётся, и памятник есть Яковлеву в Чебоксарах. Хотя, в общем-то, преимущество его деятельности протекало в Ульяновске. Вот в этот наш, так называемый, региональный национальный компонент образования, он, в общем-то, должен включать знакомство с людьми. Вот если возьмём, вот я так, сразу, сходу-то, учебник есть, такое родиноведение, там есть, в частности, моя такая маленькая, маленький такой рассказ, я бы сказала, и в семье, допустим. То есть, знать людей. Программа мероприятий на 2004 год, как год мордовского просвещения, предусматривает очень много пунктов, но самым значимым из них является знакомство с жизнью выдающихся людей прошлых веков в рамках школьных и вузовских программ. Ольга Щанкина, Сергей Синячкин. Наши новости. Ольга Щанкина. Наши новости. В 48-8-8-9-гоて-нус sheet. Ольга Щанкина. Наши новости. Ольга Щанкин. Наши новости. В 4-9-готе-нус shortage. Продолжение следует...